Еще на один день продлили переговоры представители около 10 стран Тихоокеанского региона в американском городе Атланта, штат Джорджия. Министры труда в среду и четверг пытались достичь договоренности по транстихоокеанскому партнерству, однако пока этого сделать не удалось. Они обсуждают зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая должна стать альтернативой ОСИАН и ОТЭС. Как ожидается, доля стран этого партнерства в мировом ВВП может достигнуть 40%. Некоторые участники встречи сказали, что если договоренности не удастся достичь в ходе нынешних обсуждений, то момент будет упущен. Переговоры по этому вопросу продолжаются уже пять лет. Договор вызывает серьезные опасения у многочисленных заинтересованных групп, которые боятся конкуренции и роста цен. Это и мексиканские машиностроительные компании, и австралийские производители молочной продукции, и онкобольные, которые опасаются заоблачных цен на лечение. Американский конгресс также выразил свои опасения в открытом обращении от представителей двух партий. Его направили министром финансов и торговли США. В письме конгрессмены призвали добиться договора, который бы максимально отвечал интересам Соединенных Штатов. Как предполагается, если соглашение утверждено не будет, следующая встреча по этому вопросу состоится в ноябре этого года. Предложение о создании Транстихоокеанского партнерства было выдвинуто в 2003 году Чили, Новой Зеландии и Сингапура. Позже к переговорам о вступлении в ТТП присоединились США, Австралия, Канада, Мексика, Япония и многие другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.